Привет из Барселоны! Мы на стенде компании Samsung, а это значит, что настало время познакомиться с семейством Galaxy S9 и S9+. Если у вас есть такое легкое ощущение того, что вас пытаются обмануть, но на самом деле оно верное. Это S8 и Note 8, однако они очень похожи на S9. Собственно, отличить можно по спинке. Сейчас мы сравним их. К сожалению, вся ключевая разница в дизайне между S8 и S9 сводится к расположению сканера пальца. Собственно, был он в не самом удачном, так сказать, месте. Было сложно его нащупать. Теперь же он куда более выделяется с помощью таких бортиков и палец попадает прямо на него. То есть, конечно, дактилоскоп стал значительно удобнее. За это однозначно лайк. Но жирный дизлайк за общую схожесть. То есть, спереди отличить практически нереально их. Более того, у S9 стали более широкие рамки боковые. Я думаю, видно. Клавиша Bixby никуда не делась. Она по-прежнему, блин, находится там, где ее быть не должно. Микрофоны, лотки, все на прежних местах. Поменялось немножко оформление динамика. Аудиоразъем остался. Это хорошо. Ну, дизайн дизайном. Нам ведь куда важнее то, как телефон изменился внутри. Насколько он стал лучше по сравнению с прошлогодним. Музыка теперь играет стерео. И динамики оттюнены при помощи компании AKG. Давайте сравним. Не знаю, слышно ли вам, но S9 играет глубже и громче. Причем, сам даже нижний динамик сам по себе, он играет лучше. Улучшение вполне второе после сканера, которое я заметил. Ну и вот Pixel. Pixel 2 XL. У него одни из лучших динамиков. Но надо отдать должное Samsung. В таких условиях фиговых. Когда вокруг все говорят, когда музыка справа-слева. Ну и то заметно, что Samsung интереснее звучит. Причем, это было без опции Dolby Atmos. С ней еще сильнее Dolby. Молодцы. Многим понравились анимированные эмоции. Анимоджи у iPhone X Samsung. Они, видимо, тоже понравились. Поэтому она сделала Selfie Moji. Вот раздел AR Emoji. Сейчас я сделаю своего аватара. Значит, попадаем в область лицом. Сейчас будет очень смешно. Я делал демо, а вы не смеетесь. Запрещаю. Samsung. В общем, лысый из Brothers. Как бы. Так, вот он появился. У-у-у-у. А он язык не высовывает. Это какой-то неправильный лысый из Brothers. Э-э-э. Э-э-э. Что-то не очень. Ну, считывает, короче, эмоции. Ну, как-то со зверями, зверьками прикольнее. Большое впечатление, действительно, что язык не высовывается. Какой-то неправильный лысый из Brothers. Получается. Ну, и это, наверное, то же самое будет, что и с Анимоджи. То есть люди побалуются немножко. Попересылают друг дружке. И все на этом, как бы. И я не понимаю, почему программно нельзя было это добавить на S8. Стало интересно, насколько камера S9 улучшилась в сравнении с S8. Поэтому мы сделали несколько селфи. И даже парочки сравнений достаточно, чтобы понять, что камера фронтальная улучшилась. Бум! На селфи с размытием немножко сошел на нет. Но в S9 появился отдельный режим. Давайте сравним с пикселем. Так. Ну, Samsung где-то там курит в сторонке. Пожалуй, самым главным нововведением стала камера с переменной диафрагмой. F1.5 для темного времени суток и F2.4, когда на улице солнышко. Очень ярко. Ну, и не могу не отметить, что спинка Galaxy S9 настоящий магнит для отпечатков и разводов. Наглядно работу диафрагмы нам позволит показать Pro-режим. Можно менять значение. Собственно, F2.4 очень темно. Конечно, для помещения не подходит. А F1.5 самое то. На бумаге, конечно, новая камера выглядит круто и интересно. И не проверить, не сравнить ее с Galaxy Note 8 мы просто не могли. Перед вами несколько сравнительных кадров. На наш взгляд, результат не очевиден. То есть, какого-то такого конкретного, тотального преимущества у S9 нет. Galaxy S9 научились снимать видео в 4К на скорости 60 кадров в секунду. До этого на такую магию был способен только iPhone X и iPhone 8. Ну, вот нам интересно увидеть, как Samsung это делает. На картинке выглядит вполне пристойно. У S9 появилась супер замедленная съемка. Снимает в разрешении 720p на скорости 960 кадров в секунду. Sony на МВЦ представила XZ2, который может снимать тоже 960, но Full HD. Музыку наложили аж. Мы немного оккупировали стол для того, чтобы собрать все возможные расцветки Galaxy S9. Чёрный, синий, розовый и такой платиновый, серебристый. У всех у них чёрные лицевые панели. Но вот сзади, чисто мне, вот внешне, больше всего нравится, наверное, синий и вот этот вот платиновый. К сожалению, Galaxy S9 Plus на 256 будет только вот таким у нас. А на старте вот этого цвета вообще не будет ни с каким объёмом памяти. Огромная печалька. Samsung продолжает нахваливать сервис Bixby, но мы-то знаем, что от него толку никакого. Русского языка нет. Всякие умные функции, типа перевода, определение объекта, работают, очень неважно. Ну и сама кнопка вызова ассистента по-прежнему напрягает, бесит. В общем, у Bixby изменения в положительную сторону я отметить пока не могу. Полноценные впечатления о новинках, конечно, будут после полноценного обзора. Пока Galaxy S8s называют скорее положительные эмоции, нежели отрицательные. В продаже в России будут 16 марта. Цена 60 тысяч, 67 тысяч и 75 тысяч за версию Bixby 256 гигабайт памяти. Спасибо за внимание, друзья. С вами был Евгений, могу телефон.ру. Смотрите другие видео с МВЦ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok